Привет! Сегодня у нас будет обзор, точнее первое впечатление о процессоре BOSS ME70. Мне уже доводилось играть на версии ME80. Это более новая модель, усовершенствованная, добавленный функционал, но само по себе формирование звука на этих моделях очень схожее. Собственно используются одни и те же технологии. Поэтому это видео подойдет как тем, кто хочет приобрести модель ME80, так и ME70. Отличие ME70 главное в том, что она снята с производства. И данную модель вы, конечно, можете еще приобрести, купив у кого-то, то есть с рук, за где-то 12-14 килорублей. Ценовая политика этих процессоров не сильно отличалась во время выхода новой версии ME80. Сейчас новый процессор ME80 стоит порядка 21-22 тысяч рублей. Итак, сегодня мы посмотрим все конкретные режимы данного процессора, пробежимся по ним, как они влияют, как они хороши или плохи, посмотрим. И в конце, конечно, сравним все это с педалью Marshall Gavnor 2+. Для чего? Ну, потому что ни один обзор не является приоритетом и способом определения качества устройства, в силу того, что все они делаются на разном оборудовании, через разный микрофон и разными руками. По крайней мере, мои руки, мои подписчики и Marshall Gavnor, мой, на котором я играю, вы все знаете по звуку. Итак, сейчас на усилителе выставлены все ручки на 12 часов и мы сделаем первый осмотр. Во-первых, он металлический, несмотря на малый размер. Давайте сразу плюс-минусы. Плюсы. Он металлический, он компактный, он тяжелый и он очень фиксированный. Его невозможно сдвинуть, у него толстые резиновые накладки снизу. Питается как от блока питания, стандартного, что следует отметить, так и от батарейки, естественно. Теперь по минусам. Он, опять же, компактный. Здесь слишком близкое расположение переключателей, и поэтому это будет не всем удобно, особенно мне, с 40 последним размером ноги. Также из минусов здесь пластиковые переключатели. Я бы не сказал, что это ненадежно. Нет, по отзывам отлично видно, что данный процессор служит порядка и 7, и 10 лет, и ничего, все отлично работает, никто не замечал браков. Но, в отличие от кнопки, кнопка, она ведь щелкает, и мы чувствуем нажатие. Здесь идет плавный ход с пружиной, даже не как на педалях босс. То есть, приходится дожимать до конца, и только потом она врубается. Вы можете легонько нажать, она не врубится. Это не то, чтобы прям критически, вы все равно ногой не такой чувствительности будете нажимать, как я сейчас пальцами. Поэтому, 100% нажмете, но, тем не менее, пластиковый элемент есть. Ручки все очень удобные, очень плавный ход, у всех одинаковые, очень классные переключатели. Это удобно. Сзади у нас стандартные входа, это AUX, это под наушники или под запись вход. В линию это выход на два усилителя, и вход гитарный. Ну, и для питания, соответственно, DCI. Собственно, процессор можно разделить на какие зоны. Первое, это регулировка педали громкости. Второе, это естественный ревер, который работает как в холме, так и в холле. Третье, это блок преампа, то есть, именно эмуляции усилителя, так скажем, с отдельным эквалайзером. Его можно включить, можно выключить, можно пользоваться отдельно эквалайзером. Дальше у нас идет первая педаль, это компрессор или же эффекты. Вторая педаль, это эффект перегруза. Distortion Overdrive, который вам придется настроить под себя. Третье, это эффект модуляции, то есть, изменения сигнала. Здесь также различные эффекты. И четвертое, это популярный эффект задержки. Дилей, со всякими различными настройками, ну и плюс еще смесью скороса. Также здесь есть луп, и его мы тоже попробуем. Ну, начнем. Для начала послушаем, как звучит чистый звук. Это у нас бридж. Средняя позиция. И нег. Первое, что хочу обозначить, вы можете сейчас услышать легкий гул. Он тихий, но несмотря на 4 или 5 блоков, то, что я поменял, и разные кабеля, фон почему-то идет именно от процессора. Я могу предположить, что, скорее всего, при питании от батареек, такого эффекта не будет. Теперь начнем. Для начала посмотрим эффект реверберации. Очень хорошая реверберация, безусловно. Перейдем в режим холл. 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 Очень полезное устройство. Единственное, что, надеюсь, здесь оно не хуже качеством окажется, потому что хорошо бы этот эффект включать и выключать, а не пользоваться чисто регулятором. Так сделана очень грамотная ручка, и все пропорции соблюдены. И не надо больше комнаты, собственно, вам по звуку. Достаточно этого. Дальше перейдем в эффект эмуляции. Сейчас мы слышим выключенный сигнал. Выключим эквалайзер. Разумная ручка громкости, плавная. Низкие частоты. Низкие частоты почему-то прибавляют еще и середины. А, так это low mid, низкая середина. Ну, лучше, лучше у меня, видите, какие. Так, теперь high mid, высокая середина. Снизу подписано. Не совсем понятно, сверху вроде middle, а снизу high mid. Ну, наверное, имеется в виду гитарный звук. И высокая. Что характерно следует заметить, прибавляет именно гитарные частоты. Старается это сделать процессор, а не как будто мы играем на обычном эквалайзере, внешнем или же на микшере. Есть левый output, он изменяет именно уровень громкости. То есть, усиливать его сейчас стоит именно в том уровне, как не меняя усилитель. То есть, выходная громкость усилителя соответствует выходной громкости процессора. Пригодится, если у вас слабая аппаратура и вы хотите ее спалить. Итак, ну или наушники, скажем, да. У не всех наушников хороший выход, высокое сопротивление. Теперь давайте перейдем непосредственно к эмуляции, то есть клин. Послушаем сначала без. На мой взгляд, прибавил у низов режим комбо. Перейду в режим бриджа. Твит. Твит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что усилители не сильно впечатлили Посмотрим теперь конкретно о блоках Первый эффект у нас компрессия Субтитры сделал DimaTorzok Что следует отметить, то что любой поворот ручки меняет уровень громкости И это конечно на мой взгляд срежет ваши возможности в настройке вашего же звука Потому что вы не сможете выставить конкретные настройки, потому что слишком повлияете на уровень громкости Естественно в миксе, какой бы эффект вы ни нажали, вы должны звучать примерно на одном уровне громкости Если уж вам и надо изменить его и вырваться, усилиться То сделать это надо с помощью педали экспрессии Дальше Ваховская Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Далее мы переходим в режим эмоляции сингл хамбакер, хамбакер сингл и соло Без эффекта Действительно хамбакер в неке чувствуется Ну в общем-то для тех, у кого нет возможности переключения на гитаре между позицией сингла, хамбакера и их сочетания Это очень полезная функция и можно назначить эту педаль прямо на нее конкретно Допустим вы играете какой-либо тяж Ту же самую песню У вас только бридж И далее если вы просто начнете играть Слишком серединистый желтый звук хамбакера А вы нажимаете Оп И у вас И обертона исчезают Режим соло Режим соло Режим соло Тоже удачное решение для данной педали, потому что вы можете настроить в режиме соло И если вам нужно выделиться, она работает как бустер по ходу То есть вы можете несколько выпрыгнуть из микса, но на конкретно задную величину Чтобы сыграть именно соло по верху ритма гитары По поводу насыщения биртонами, гармоник Можете здесь конечно выстроить, я уверен Громкость То есть использовать этот отсек я считаю можно как компрессор Остальные эффекты мне не показались выдающимися По реализации именно, потому что я с ними знаком на других процессорах Здесь они мне эффекты как эффекты Теперь самое вкусное Отсек Overdrive Distortion Давайте сначала погоняем все режимы на наиболее оптимальных настройках Начнем с чистого бриджа Подположим Это Подположим Общ Investment Подложим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Начнем с буста. Этот режим не запал больше всего. Он самый естественный и прибавляет именно нужные гармоники. Послушайте. Никак не искажает звук гитары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ! вещь именно бустер режим натурал очень резко пропадает по громкости в принципе имеет сам себе неплохой distortion далее у нас идет режим overdrive 1 похожая на оригинальная вещь но конечно было тяжело выставить ручку тон так чтобы она адекватно реагировала и манипулировала всеми режимами однако постарались но конечно это эмуляция и это сразу чувствуется а далее режим блюз я не представляю что он сигарит блюзовым тем не менее на самом деле режим очень невыразительный глуховатый прибавив тембром и прибавив гейна это какая-то неудачная эмуляция бустера я конечно не профессионал но по-моему в блюзе самое главное экспрессия и режим буст наибольше подходит для этого стиля режим distortion показался абсолютно бесполезным обалдеть зафонил в силу того что если мы накручиваем много гейна то он становится нечитаемым если мало нечитаемость остается и если его убрать то становится опять же непригодный звук идем дальше классик вполне себе неплохой его основной минус в том что он заваливается средними частотами послушайте проблема гейна резюм модерн Почему-то классик заводится сильнее, чем модерн, хотя модерн намного более перегруженный. Метал. Начинает хорошо звучать, прибавив тон. Для любителей пожирнее. Как правило, после вот этого положения ручка тонна становится неиграбельной, потому что звук приобретает свист. А если мы убавляем ниже этого положения, то звук становится невыразительным. Остается только песок. Так, в целом режим классик, модерн, метал, кур, они все настраиваемые и являются разновидностью одного популярного вида дисторшн. Так сказать, метал зон. С его знакомой серединой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И режим фуз. Ну, фуз должен звучать грязно, я его не люблю. Грязно он и звучит. Перейдем к следующему режиму, это модуляшн. Послушаем все режимы, пробежимся, чтобы не втягиваться и не делать выпуски в метровом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА